Важно! Эта видева может очень сильно задеть фанатов Арианы Гранде. Ой, как я сейчас выскажусь по этому поводу! Как я сейчас выскажусь? Я очень люблю, что с Арианой этим бы стала пользоваться, честно. Ты вот берешь просто и все, и пыль полетела. Хера-бора! Знаете, какую косметику я очень сильно ждала? Косметику от Арианы Гранде. И вот она у меня в руках вот такой вот коробочки. Знаете, почему мое лицо в вступительном слое такое грустное? Потому что я пересмотрела, к сожалению, уже всех блогеров, которые сняли видос, про ее косметику. Я знаю, что мне там ожидать. И я очень надеюсь на то, что они просто... Им не понравилось или они не имеют краситься. В общем, я готова оправдывать Ариану Гранде от нуля до бесконечности. Потому что это буквально из моих самых любимых исполнительниц. Это первый человек, у которого я была на концерте. То есть буквально Ариана Гранде. Это был первый мой концерт в моей жизни. Настолько сильно я ее люблю. И если ее косметика меня разочарует, я... Поехали, короче. Пока что внутри это выглядит как-то так. У меня много вопросов в бумаге, которая внутри. Внутри упаковка была такая. Это как бы коробочка, которая из других коробочек этого же бренда. Ну ок. Это не важно. Очень странная упаковка. Честно скажу, похожа на туалетку. Вот не иронично. И тут у нас... Та-да-та-та-та-там. Комонтирую это видео, сидя в Таиланде. И сейчас я зашла, собственно, на сайт Ариану Гранде, чтобы проверить, сколько вообще в ценах эта косметика является. Потому что я заказывала в Россию, соответственно, мне нужны русские деньги. И я понимаю, что они убрали доставку из России. У них буквально есть доставка в любую страну мира. Блин, они даже в Ватикан доставляют. Но в России доставку убрали. Почему? Суммарно я отдала за эту косметику около 10 тысяч. Начнем тогда с хайлайтера, а.к.а. сияшечка Думаю, что все, кто смотрит Ариану Гранда, кто за ней наблюдают, знают, что у нее очень часто бывают интересные макияжи Особенно с хайлайтерами вот здесь, то есть она прям, ну, сияшечка Это мой хайлайтер тоже сияшечка Короче, название моего хайлайтера Венера Из того, что мне очень понравилось, все эти хайлайтеры называются по названию планет Да, называются по названию планет, почему бы и нет Вот у нас, например, Меркурий, Юпитер, Плутон, безумно красиво Я, конечно, больше всего, насколько помню, хотела Уран, но его не было, поэтому я взяла Венеру, но это прикольно А стоит он 22 доллара Вот так выглядит упаковка хайлайтера Знаете, я готова присоединиться ко всем отзывам, которые я видела, потому что упаковка на экране кажется, знаете, вот она такая металлическая, холодная, алюминиевая Но по факту это какой-то супер дешевый пластик, я реально даже не знаю, с чем это сравнить Нет сравнения У меня есть упаковка соды Сода? В миллион раз лучше Сосалка с геншином в миллиард раз лучше Просто прошу, чтобы это была нормальная Понимаете, даже упаковка эссенс лучше А эссенс стоит очень дешево А вот эта стоила штука 22 доллара, как бы так, на секунду Вот это я, а это хайлайтер А почему сама упаковка сияет ярче, чем хайлайтер? Ты думаешь, он будет плохой? Короче, ребят, не знаю, видите ли, нет, но с него все летит Просто вся пыль летит Ты вот берешь просто и все, и пыль полетела Ну как так-то? Так, внимание Подсветка Рекламная пауза Помните, я показывала вам дебетовую карту Тинькофф Блэк Лимитированную в космическом дизайне от Лэзи Сквер Я вам еще тогда говорила, что она не просто красивая, но также экономит и зарабатывает для вас Сейчас Тинькофф проводит акцию, потратит от 3000 рублей до конца марта Кстати говоря, это может быть не одна покупка, а несколько любых И получи 1000 рублей обратно Приятный бонус, не так ли? До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров Кэшбэк приходит настоящими рублями, которые можно даже в банкомате снять А сейчас я в Таиланде и могу снимать наличку в любом банковате Проверено Блин, я чуть не забыла вам рассказать 115% кэшбэка на выбранные категории трат Которые можно выбирать каждый месяц Теперь можно выбрать 4 категории повышенного кэшбэка вместо 3 А еще Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк Отдельно хочу отметить приложение Тинькофф, потому что оно мне безумно нравится Оплата топлива, не выходя из машины, с кэшбэком до 2% Кэшбэк при покупке авиабилетов и бронировании через приложение А еще можно оплачивать парковки, штрафы и все такое В общем, автомобилисты меня понимают, а все это тоже через приложение Еще из приятного есть служба поддержки Которая отвечает на все вопросы 24 на 7 И связаться с ними можно тоже через приложение В общем, плюсов и правда много Заказывайте карты Тинькофф с космическим дизайном Ни хрена, да? Я очень разочарована, давайте попробуем другой продукт Посмотрим средства для ГО Одна моя знакомая, которая работает в косметическом бренде Она сказала, что помада это самое легкое, что есть вообще Ну, среди косметики для любых брендов Поэтому, как правило, даже когда ты покупаешь супер дешевую помаду Какую-нибудь, знаете, что это? То она будет по качеству такая же, как какая-нибудь супер дорогая помада Это помада фломастер Кстати, приколдесно выглядит Что-то я тут такая рассказываю, размышляю А у меня тем временем приколдесная так-то помада Возможно, вы спросите, откуда блин-блеск на лице Ответ Сода, даже по цветам они очень похожи Цените Ариана Гранде А теперь сода Как бы вот Разница очевидная Теперь давайте вот сюда вот нанесем соду Где моя штука? Типа, что это такое? На самом деле даже, ну, по упаковке понятно, что это будет более блестючее Потому что, ну, типа, вот эта фигня, она отражается Вы же видите то, что вижу я, да? Да, ребят, вам не кажется Оно все легло так, как будто я бы реально, если губы накрасила обычным самым кием-нибудь фломастером Кера-бора Да как вообще это возможно? Че за дичь? Я очень уверена, что с Арианом я этим бы стала пользоваться, честно Я даже не буду допускать вариант, что эта штука только для контура Потому что ее невозможно растушевать Типа, видите, ее никак не растушуешь, все Она, ну, это просто фломастер Фломастер обыкновенный Че это? Ну вот че I don't know Следующий продукт, который я взяла, были вот такие вот кремовые тени для век Если посмотреть на сайте, то уже можно сделать вывод, что цвета все достаточно нюдовые и нейтральные То есть они буквально, видимо, используются как базу под тени Или я даже не очень поняла, короче, зачем Но взяла подходящие, как мне кажется, мне А упаковка-то какая хорошая Она прям царская Ой, какие приятные Похоже, конечно, больше на какой-то тонак Но по факту очень неплохие бежевые такие тени, которые можно использовать и как базу Айгеса, и как просто что-то Кот, куда ты полез? Кот, ты куда? Хотела с вами кое-что обсудить Так скажем, немножко сплетен Во-первых, у меня новая камера Во-вторых, мне кажется, что она очень сильно блурит лицо Если она действительно очень сильно блурит лицо, то мне жаль Я, к сожалению, узнаю об этом только, когда сниму видео и начну его монтировать Потому что даже если я посмотрю просто так на компе, мне будет ничего не понятно Значит, это первый момент, такая микро-маленькая сплетня Короче, у меня вообще нет никаких претензий и никакого особого восторга по поводу этих теней Тени как тени, ну, это все Второй момент О, кстати, прикольно, смотрите, здесь как будто бы созвездия Они имеют название Трюфелька, пучина Прикольно Ой Ну Ну, Эльми настолько сильно не повезло Но как только я открыла упаковочку, кстати, выглядит все это вот так вот Посмотрите, во-первых, они здесь везде в каком-то очень странном состоянии А во-вторых, они реально пахнут Ариана Гранда Как я ее люблю Ну, может, дальше будет лучше Я никогда не была на концертах, потому что меня пугают концерты Там слишком много людей Там толкучка Ну, знаете, меня просто в детстве родители пугали концертами Поэтому я на них никогда не ходила И мой первый концерт был реально вот несколько лет назад на Ариана Гранда Зато как бы классно стартануло И у нас были, короче, вип-места То есть мы были прямо у самой сцены И представляете, я стою И вот прямо вот Ариана Гранда совсем рядом со мной Я буквально видела, как она ходит рядом со мной Мне она очень нравится Блин, это было очень потрясающе Тени тем временем, ну, это не лучшая тень в моей жизни Мало вероятно, что я буду им пользоваться Я не понимаю, почему они, правда, оранжевые Когда они в палетке нифига не оранжевые ХЗ Так, следующий цвет, который я хочу сделать Это, очевидно, более темный Затемним еще сильнее уголок И на этом концерте у нас, короче, была же випка И что было очень странно Было очень много взрослых мужчин То есть в целом я очень часто слышала о том Что там фанаты Ариана Гранда Это только девушки и все такое Но было реально очень много взрослых мужчин Которые приходили И которые реально танцевали и не парились Там были даже какие-то семейные пары Прям, знаете, с детьми рядом с нами Я не знаю, мне очень понравилось В отличие от ее теней Потому что это какой-то кошмар У меня не... ну почему? Вы себе просто не представляете, как я разочарована В том, что я сейчас делаю Я просто не могу накрасить глаз Я видела, конечно, уже у блогеров То, что они жаловали, что это достаточно тяжелые истории И у всех... вот просто я реально смотрела видосы Ну почти у всех выходила какая-то хреновня И я думала, блин, ну что за безрукие вообще дебилы Ну нифига Я не считаю, что в современном мире В котором самая даже бюджетная косметика может быть очень классная Можно оправдывать косметику хренового качества За охренеть какие деньги Для меня это абсолютное табу Итак, на сайте давайте посмотрим Было доступно три варианта палеток Кстати, когда я заказывала, было только два варианта Был или вот этот вот, или вот этот вот Третьего, который называется Babydoll, не было Но это не суть Короче, открываем вот эти вот тени И смотрим... Аааа, референсы Почему так плохо выглядит? Это вообще... Что с макияжами? Типа, что здесь с тушевкой происходит? Ааа, что это? Это просто пипец! Нет, серьезно Вот это как понимать? У вас есть объяснение тому, что мы сейчас видим на экране? Мне нечего сказать, кроме слов абсолютно объективно Да, я абсолютно поддерживаю историю, что не надо делать супер ретуш кожи Но при чем-то супер ретуш кожи Если тут, блин, макияж настолько плохо нанесен Что даже ретушь бы его не спасла К брендам, которые делают бюджетную косметику И чем-то могут там, не знаю, косякнуть Да, там не супер какие-нибудь пигментированные тени Не супер классная растушевка Но если я получу за палетку 500 рублей Я и жду от нее качество, как за палетки 500 рублей Но если я плачу за косметику брендовую, дорогую Я планирую как минимум получить не говно Я не знаю, почему я получаю говно Я не знаю, что этим поделать Другие оттенки, они просто какие-то металлические странные Ну ладно, раз уж такая пенка пошла Давайте сделаем макияж упортового упыря Ну нанесем вот эти вот металлические шиммерные блестяки сюда В принципе, норм Знаете, я скажу так Если ты хочешь делать макияж упортового упыря В целом можно сделать макияж упортового упыря Если очень сильно, конечно, из-за Е Но если не очень сильно из Е, то ничего не получится Так-то да, у нас такая-то Драма Квейн Сделала специально его менее аккуратным Потому что хороший, качественный растушевочный макияж Это не про эту косметику Пересматривая и монтируя это видео Я задаюсь вопросом Почему, блин, это все лежит такой адской грязью? Да почему? Я реально с такой косметикой уже бог знает сколько лет не сталкивалась Ариана, как так? Еще я купила себе каяла Я особо ими часто не пользуюсь Но мимо этого не могла пройти Он мне показался прям приколдесным Потому что он супер белый Что у нас здесь есть? Абсолютно мейблинская структура С абсолютно такой же точилкой То есть буквально у мейблин один в один Такой карандашик Посмотрим, насколько он будет белый Посмотри мне в глаза Не увидишь ты там блика Цитаты великих исполнителей Лучший певец этого мира Что это за кусок писавшито? Это как вообще можно объяснить? Я не понимаю, что за дерьмо? Я не понимаю, как это вообще возможно? Почему это называется каялом? Почему это белый каял? Что с ним не так? Почему он нормально рисует на руке, но он нихрена не рисует на глазах? Что за дичь? Пользуясь случаем, оцениваем губы от 1 до 10 Бесконечно долго я предпринимала попытки сделать макияж глаз Прокрасить таки слизистую белым Но у меня ничего не получалось Это официально самое мое большое разочарование Давайте сравним Вообще любой карандаш просто белого цвета Вот, он даже сломанный Colourpop 4 доллара Ariana Grande До хрена долларов Почему? Нечего сказать, кроме слов Нечего У меня же голова заболела Знаете, что это? Подводка Вот так она выглядит Вот так она рисует Она, я уже знаю, поэтому расскажу вам сразу Потому что все буквально блогеры об этом только и говорят Приколадость этой подводки в том, что она очень тонкая и очень-очень негибкая Поэтому у людей не получалось рисовать ей стрелки И в целом вот она, пожалуйста Я пыталась нарисовать просто обычную стрелку и вложила все силы, но увы Это самая неудобная подводка Селена Гомос, прости Это ладно, я влогер, я как бы купила это все Я хотя бы не просто так, знаете, это взяла в полную к выбору Потому что я обзор сняла и сделала что-то полезное Хорошо, косметика не подошла, но с этим я могу жить А вот девушка, да, например, она там узнала, что у Арианы Гранде выходит косметоз Она любит, например, Арианы Гранде очень сильно И вот она такая, покупает косметоз А он абсолютнейшая херня Ну, как бы это просто Ну, это... Я не понимаю, почему Кто это вообще пропустил? Кто не уследил? Вы понимаете, в чем, короче, проблема? В том, что вот эта вот хреновня, она нифига не рисует Ты начинаешь рисовать тонким кончиком А он ничего не закрашивает И тебе приходится надавливать сильнее И за счет этого получается вот эта вот дичь Это даже на креативный макияж не подтянет Ну, что это такое? Ну, как бы херня происходит Оно просто не рисует Реально хочется сдаться, знаете, закончить видео Потому что я не выдерживаю Ну, это единственное, что можно было сделать с этими стрелками Все в пробелах, все в проплешных Ни хрена она ровно не закрашивается Честно, этот глаз я даже не хочу травмировать, мучить Я просто хочу выкинуть это нахер и все, как бы Ну, я настолько разочарована Что у меня даже нет сил бомбить Посмотрим давайте последнее, короче Тушь Я ставлю в предварительной косметике Один из ста Ладно, тушь сделала у меня бодрее Она выглядит неплохо Тушь выглядит неплохо Упаковка симпатичная Тяжеленькая Вот в целом вот эта тушь выглядит и ощущается именно так, как она выглядит То есть она соответствует Вот это вот дешманский пластик Дешманский Ок, нормальная щеточка вроде как Давайте глянем На этом глазу будет понятно Не, ну тушь норм, ладно Все, до туши ты не докопаешься Потому что тушь нормальная Она абсолютно неплохая Ну, хоть что-то Хорошо, ладно Я ставлю этой косметике 2 из 10 За тушь Только исключительно за тушь Я пересмотрела кучу обзоров от блогеров Потому что когда я увидела первый негативный обзор Я подумала, окей, ладно Посмотрим дальше Посмотрела второй обзор Посмотрела третий обзор Посмотрела русские обзоры от русских блогеров Такая, не, ну все понятно Как бы Шанс на то, что это косметика кому-то понравится Даже если там человек очень сильный фанат Ну Ну, только если вы купите тушь Хотите что-то для Ангранда Возьмите тушь Ну и МВ вот это кому-то зайдет Но это единственное, что более-менее норм Остальное реально не тратит свои деньги Особенно, особенно на вот эти две позиции А, еще на помаду я просто выбросила Короче, не тратите деньги Пока